Здравствуйте дорогие друзья. Если говорить о подготовке души к предстоящему суду, то одно из самых страшных, самых тяжелых качеств, от которых человек должен освободиться, это неблагодарность. Написано, кто за добром воздает злом, от дома его не отойдет зло. Вдумайтесь, это очень редко такие жесткие предупреждения. Есть такая простая Майса, один человек нуждался в работе, был в полном отчаянии, долгов много. Позвонил ему старый друг и говорит, я славяю тебя с детства, ты хороший парень, хочешь у меня работать? Конечно, тот дрожащим голосом говорит. Что делать? Он говорит, все очень просто. Каждое утро тебе надо приезжать в офис, приезжать каждое утро 10 тысяч долларов привозить мелкими копюрами. Говорит, ты пересчитывай тщательно, складывай пачечками и половину себе, половину мне. Все. Не веря счастью, тот согласился, все великолепно. Через несколько месяцев рассчитался с долгами, ездит, все. Ночью ворочается, ворочается, спать не может. Жена ему спрашивает, дорогой, чего ты такой печальный, что с тобой? Она говорит, ты понимаешь, не пойму, за что ему отдаю половину? Это старая Майса о неблагодарности, может быть в крайней форме, но очень жизненная. Написано, что именно неблагодарность приводит к возникновению проблем и болезней. Тех болезней, которые тормозят изменения к лучшему, обновления в нас. Это как вот тромбы такие духовные. Пороки говорили, что неблагодарность самый худший из пороков. Пример самого неблагодарного человека, который, если неблагодарный, в тебе живет этот генотип. Это кто? Аман. Аман был самым неблагодарным человеком на земле за всю историю. Плотоман, победа над которым мы отвечаем в Пуре. Не было ни одного человека, которому Всевышний дал столько. У него было 280 сыновей. Все подданные царства должны были ему кланяться. У него была печать царская на руке. И все равно, что он собрал всех и что сказал. Все, для меня это ничего. Я не благодарен никому за этот результат. Известен. Написано так будет с каждым неблагодарным человеком. Поэтому избавление наше вообще, избавление общее, зависит от работы над благодарностью. Интересно, что Тора запрещает включать в еврейский народ аманитян и мавитян. Два только народа. Любой человек может перейти в иудаизм, стать евреем. Но два народа запрещено. Почему? Они не встретили нас с Египта, когда мы выходили с хлебом и солью. Их вина усугубляется тем, что за сотни лет до этого Авраам спас их праотца. И они проявили колоссальную неблагодарность. Тора сказала нам, что это самое страшное. Потому что только эти народы и только за этот грех не будут приняты никогда в народ Бога. Написано, что не отойдет зло от дома неблагодарного. Это тяжелейшее пророчество. Ни о каком человеческом пороке так не сказано. Надо в это вдуматься. Слова о том, что в доме неблагодарного поселится зло, означают следующее. Что это последствия затронут его семью. Это может показаться несправедливым, как это мы делаем, а на детях отзывается. Но каждый несет ответственность за то, как распоряжается своей жизнью. И должен думать о последствиях своих действий. Вот и все. Маше Робейну, великий Маше, не участвовал в первых казнях. Почему? Река его спасла. И он не участвовал в отношении казни реки. То же самое в прахе, который скрыло того, кого он убил, этого египтянина. Нам показали, что огромная благодарность к предметам. Какая же должна быть благодарность к людям. Если такая в песке и к вабде. Приведу такую короткую историю. 20 лет назад, примерно, 25. В Нейбраке проходили похороны одного малоизвестного человека. Никто не знал, что это был. Холодина, дождь шел. И вдруг обратили внимание, что за гробом идет великий мудрец Торы. Менахим Шах. Элазар Менахим Шах. Он шел без пальто, без зонта. К нему подбежали, собрались. Что вы делаете? Это не раввин, неизвестный человек. Кто эти люди? Что это? И Раф Шах сказал, что много лет назад, когда он был учеником Ешивы. Он был настолько беден, что у него не было даже одеяла, чтобы накрыться ночью. И этот человек принес ему старое пальто, которое ему было уже не нужно. Это пальто спасало Раф Шаха от холода по ночам. И сегодня, через много лет, он говорит, я пошел провожать его в последний путь. Поскольку в моем сердце живет благодарность за то, что он сделал. А иду я без пальто и без зонта, чтобы почувствовать холод и еще лучше осознать, насколько громадную милость этот человек проявил по отношению ко мне. Вот. Вот вам отношение, ну, действительно, великого человека, великого раввина, великого духовного лидера. Сейчас вперед дворим, важно проверить себя. Может, мы, те, кто нам помогли, может быть, им надо теперь помочь. Надо проверить себя на наличие этого тяжелейшего недостатка души. Неблагодарность часто отражается, написано, болезненно на ногах. Почему? Как бы подсказывает человеку, хочешь идти дальше, очисти себя от неблагодарности. И, наконец, надо проверить себя на главное. Действительно ли в моей душе живет благодарность к Творцу? Прежде чем искать плюсы и минусы в своей жизни, надо учиться благодарить за саму жизнь. Самого главного того, кто нам ее дал. Брахавы от слаха, подумаем все вместе об этом.